So, what is happiness for you? Мы, конечно, раз остановились, мы начали рассмотрение о мицелии на жидких питательных средах. И сейчас продолжим еще некоторые моменты, которые я хотел бы озвучить о мицелии на жидких питательных средах. Скажем так, сам вопрос о выращивании мицелия на жидких питательных средах и выращивании его именно на пакетах, вопрос вообще не встает, не встает и не стоит этот вопрос в том, насколько это оправдано, то есть здесь не идет, вообще результат давным-давно получен. Вот видите, здесь вот видим этот рост, это посевы мицелия из колбы, из жидких питательных сред. Вот здесь тоже видим, то есть все растет из жидко-питательной среды. Есть другие вопросы, это вопросы уже технической реализации непосредственно на предприятии. Потому что все производство и самого мицелия, и самой технологии, как вы понимаете, в корне меняется. С ног на голову оно становится, потому что если раньше нам нужно было завал вот таких вот мешков из зерном, для того, чтобы это как-то засыпать, мешать и все остальное, то принципиально жидко-питательной средой можно инфицировать просто сам субстрат и его просто упаковать без всяких там пересыпок и всего остального, других движений. То есть принципиально технологический цикл полностью у нас меняется. Вот. И как его приспособить, как найти, ну совсем другие вопросы здесь встают. То есть производство этого же мицелия в удобной таре. То есть вот идут такие вот изыскания. Ну чуть позже мы вернемся к этим баночкам. Баночкам четырехлитровым, значит баночкам. Тут возникают другие технические вопросы. То есть удобность применимой тары, то есть такие сосуды, но это, скажем так, на данный момент меня устраивает, нехорошо там видно и так дальше. Но идет такой вот, скажем, не поиск самой технологии выращивания жидкого мицелия на жидких питательных средах. Идет техническая адаптация к производству. И сейчас в ближайшее время я готовлюсь именно к тому моменту, чтобы иметь этого мицелия в достаточном количестве, для того, чтобы начать показать и сделать процесс выращивания и созидания вот этих блоков именно из жидких питательных сред. И по этому ходу вернемся дальше к питательным средам. Начнем немножко издалека. Издалека нужно сказать, что здесь в этом вопросе не все так просто. Не все почему-то клеточки так уже быстро и так уже хотят расти на этих средах. Поэтому получение именно растущей и живой клеточной культуры на жидко-питательной среде это большая удача. Вот скажем здесь, в этих емкостях, пока я лично именно роста именно клеток я пока не наблюдаю. Хотелось бы верить, что эти пупырышки там внутри, это все-таки начальное деление этих клеток. Но это пока только желание, а видимого такого роста я не наблюдаю здесь. Поэтому здесь тоже трудно сказать вообще, или это просто осадок, или это клетки. Пока ответа на этот вопрос однозначно нельзя дать. Значит, скорее всего, предварительно я могу сделать такой вывод, что, наверное, на адаптацию или на приживаемость самого мицелия вот видите, розовый оттенок. Вот такая розовая вешенка. Значит, на адаптацию самого мицелия к жидко-питательной среде наверное идет какой-то процесс. То есть должны быть, я уже вижу, при посеве разных серий одного и того же штамма, здесь вот, например, штамм М5, но серии разные. И есть у меня емкости разные. Клетки по-разному себя ведут. И, скажем так, почему-то одна серия очень хорошо и бурно, очень активно стартует, другая серия почему-то не очень. Хотя на плотных питательных средах они дают одинаковые результаты. Ну, в общем, открытых вопросов здесь больше, чем где-то. Вот так вот. Здесь опять видим то же самое. Сейчас я постараюсь продемонстрировать. Ну, здесь можно видеть, как... Вот я так боюсь уронить емкость. Жалко просто организма. Здесь вот видим... Вот видим, видим, что мы видим. Вот растущий этот мицелий. Вы обязательно... Обязательно... Ну, обязательно. Кого интересуют грибы и производство мицелий, естественно, что вы уже не можете остаться равнодушным к этому материалу. Эти... Обязательно, что вы будете следить за каналом, потому что в дальнейшем будут публикации о... Переносе этого мицелия на плотные питательные среды. Будем оценивать рост. Ну, уже по тем результатам, которые получены на данный момент, что рост самого мицелия, однозначно он качественно совсем отличается. Скажу просто словом «качественно». То есть он имеет очень большое отличие от мицелия... От мицелия, скажем, выращенного традиционным способом, там на зерновых носителях и так дальше. Потому что даже внешне вот оценить вот рост на этом мешке или вот здесь, он дает вот такой гомогенный, нитиобразный, но очень плотный и обширный рост такой интенсивный. Если взять инокулированные стандартным способом зерном, значит, маточной... Ну, или баночки вот маточной генерации, то видим здесь такие точковые... Точковый рост. Ну, и кто уже более-менее что-то понимает в мицелиях, то понимаем, здесь вот видите, вот здесь этот мицелий, ну, я его заращиваю интенсивным очень способом, при такой критической температуре 26-28 градусов, здесь он начинает уже изначально состариваться, пока не дал еще колонизирующую мицелию. Вот такие моменты возникают при выращивании мицелия традиционными способами. А вот этот мицелий из жидко-питательной среды, он более такой вот, видите, как гомогенный, дает вот такой вот равномерный рост, что наблюдается на многих таких же мешках. Итак, остановились дальше на бутылках. Вот. Здесь видим по самим, например, я не знаю, с чем это связано, или по... от перепада температуры, ну, то есть, я уже рассказывал там о феншуе в грибоводстве, и как правильно заращивать. То есть, я даю колебания, суточные колебания температуры, вот, для правильного заращения. Я вот ищу просто фокус, где бы лучше было видно. Вот здесь видим такая часть, вот отдельно, часть растет мицелия, и такая, катышек такой, вот здесь болтыхается, плавает. Очень длинные здесь нитки, реально здесь сантиметра три, при том, они такими волнами растут. Я делаю иногда вот такое вот взбалтывание. Вот видим вот эту красивую медузку, да, как она плавает. Это что-то. Красота. Среди бегущих, первых нет и отстающих. Посмотрим. Ну, здесь вообще, ага, ну вот, что-то у нас может... Да, давайте в таком вот формате посмотрим. Вот как она выглядит. Эти плотные субстанции внизу, это маточный материал, который был внесен сюда. И видим вот эти клетки, вот эта шапочка, которая сверху. Будем мы пробовать их нежно очень отбирать, высаживать на плотные питательные среды. Посмотрим, какие их свойства. Ну, и естественно, самое главное, что нас будет интересовать, как же они будут вести себя уже в дальнейшем на субстрате. Однозначно, что я, например, лично наблюдаю, здесь видно, что в процессе роста клеток, в процессе роста вот этих клеток, очень раствор, из такого, ну, раствор, которым был довольно-таки приличный осадок, он как бы профильтровывается и очищается. Он становится такого стеклянно-прозрачно-чистого вида. Такое впечатление, что эти клеточки как через себя, как через легкие пропускают всю эту жидкость для того, чтобы для того, чтобы изъять из этой жидкости пластичные материалы, пластические материалы, для построения клеток. Ну, в общем, это зрелище зрелище просто волшебное за этим всем наблюдать. Вот уже наговорили опять 10 минут, поэтому откладываем дальнейшее размышление над этим. До следующего раза и помните, что каждый ваш лайк под этим роликом и под следующим роликом на моем канале избавляет вас из тресени. Вот такая установка.